Всем привет! Дубль 154. В сегодняшнем видео я очень надеюсь сломать некоторые стереотипы, которые засели в головах людей. Насчет коротких стрижек. Большинство людей считают, что короткая стрижка это максимально удобно. Все. Я скажу вам так, что даже год назад я не могла себе даже представить, что на своей шкуре мне придется испытать вот это вот. То, что на моей голове я никогда даже не могла допустить того, что я когда-то соглашусь сама, добровольно пойду и постригусь. Мало того, что за последние полгода с моими волосами черти что происходило, как только я их не покрасила, что только я с ними не делала, в конце концов я пришла к тому, о чем я мечтала последние даже несколько лет. Это мой натуральный цвет волос. Видите, этот цвет он такой русый, пепельный, сандре, холодный цвет. В общем, цвет, который подчеркивает цвет моих глаз, цвет, который подчеркивает цвет, понимаете? Я завела с мужем разговор о том, что у меня очень испортились волосы после родов. А во время беременности у меня волосы были просто космического, просто невероятнейшего качества. Я была настолько счастлива с тем, какое у меня богатство на голове. Потом после родов, как и у большинства девушек, все это богатство мое осыпалось. Я мыла полы пять раз в день и каждый раз собирала огромное количество волос. Это было просто... Ну, это была просто депрессия. Депрессия самая настоящая. Я не знала, пройдет это или нет. Хотя я понимала, что, в принципе, это физиологический процесс. Но у любой мамы в какой-то момент появляется отчаяние, что ее волосы, наверное, осыпятся все, раз они всыпятся в таком темпе. Но нет, все они не осыпались. Осыпалась только, может быть, треть моих волос. Потом, когда все волосы выпадают, растут новые волосы вместо этих. И вот у меня пушок такой на голове появился. И это было так смешно, я как цыпленок ходила. То, что у корней у меня как бы есть волосы достаточно объемные, а концы такие жиденькие, некрасивые, сухие. Вообще, вообще неприятно было волосы вот так вот касаться. Мы поговорили с мужем о том, что, наверное, единственный вариант – это постричься под мальчика. Это была моя шутка. Но муж сказал, что почему нет? Заодно покрасим тебя блондинку. Ты же давно мечтала. Я подумала, что, наверное, это было бы очень интересным опытом. И что, знаете, мы живем один раз. И когда я буду старенькая, буду помирать в своей теплой постели. И я, неужели, я не смогу вспомнить тот момент, когда у меня были супер короткие волосы, что я была как мальчик. Неужели я не испытаю этого на себе? Я решила, что да. Почему нет? Мы поехали в салон красоты. Там я пришла, сказала, что мне надо обрубить мои волосы и покрасить меня в блондинку. Ну, мне предложили сначала сделать коротенькое коре, знаете, боб. Я сказала, нет, нет, отстригайте, делайте мне прям короткую стрижку, вот такую, а потом, пожалуйста, покрасьте меня в блондинку. Мне сделали смывку краски, то есть мне убрали порошком вот весь мой пигмент, который у меня был в волосах. И предложили на выбор гамму шоколадных оттенков. То есть то, что светлое, более светлое, но на мои волосы не могло никак лечь. Но я подумала, окей, ладно, хорошо, сегодня так, в следующий раз делаем из меня точно пепельный блонд. Меня покрасили, цвет волос, в принципе, не изменился того, что он был. Он стал чуть более на одну десятую тона где-то светлее. Но это было незаметно ни для кого, кроме парикмахера, наверное. Дальше, через месяца, наверное, три, я пошла в салон красоты уже в другой. И там я снова сказала, пожалуйста, сделайте из меня блондинку. Они сказали, да, 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 конечно. Ну, возможно, у вас получится на тон темнее, чем вы хотите. Но блондинка. Меня покрасили. Получилось опять на одну десятую тона светлее. Короче, я не знаю, мне просто, наверное, не везло. Но меня еще раз подстригли немножко, сделали истрижку чуть более упугую, чем она была. Сказали, что через две недели снова прийти, и тогда у них сто процентов все получится. Я пришла через две недели. Меня покрасили, и получилась какая-то просто цыпа. Я, знаете, смотрела на себя в зеркало и понимала, что мне не нравится. Но что я могла сделать? Мне снова, мне уже в третий раз делали смывку порошком. То есть мне достаточно сильно травмировали волосы. Как мне объяснили, после того, как порошком смывают, вымывают пигмент из волос, открываются чешуйки волоса. На какое-то время, да, они остаются открытыми. И как раз вот в этот момент, когда тонирует сам по себе волос, на него пигмент ложится так, что он очень крепко сидит. Потом чешуйки сглаживаются, закрываются, и все, пигмент там, внутри. Прошла где-то неделя, наверное, после этой покраски. Я пошла в магазин, в обычный магазин, и купила преферанс. L'Oreal Preference. У них есть ультраосветлитель, осветляющий на 6, на 8 тонов. Представляете, как такая краска могла вообще ничего не сделать с моими волосами? Я ее держала 40 минут на своих волосах. Нюхала этот отвратительный запах. Отвратительный запах самой сильно пахнущей краски. Еле-еле выдержала это. И ничего. Ни светлее, ни темнее, ни желтее, ни белее, никак. Это был просто момент отчаяния. Я поняла, что все, капец, дальше-то как жить, что теперь делать? Я уже не хотела идти в салон. Прошел, наверное, месяц, ну, меньше месяца. До тех пор, пока я случайно зашла в какой-то магазин профессиональной косметики. Дело в том, что я уже очень давно смотрю на вот этот вот пепельный русый цвет, волос холодный, которым мечтают очень многие, но мало кто его может добиться. Потому что часто он получается или зеленым, или рыжим, или, не знаю, красным. Ну, никак не тем, который нужен. Я очень много читала отзывов в интернете. Я очень много читала разных статей, и картинок, и видео, и фото. Всего-всего-всего я читала очень много про эти краски, которые могут дать этот цвет. Я прочла однажды про краску Шварсков Игора Ройл в оттенке 7.1. Это пипельно-русый Сандре, по-моему. Я прочла про нее, но понимала, что профессиональная краска – это такой риск, когда профессионал окрашивает волосы, он смотрит там, ну, по палитре или у него в голове, это палитра уже есть, и где он смотрит, как этот пигмент ляжет на то, что есть на голове, что из этого получится, там какие-то формулы, расчеты. Я понимала, что я вообще не имею никакого малейшего даже отношения к этому, и как я могу понять, что получится на моей голове. Я боялась еще хуже что-то сделать, и я боялась, что я буду реально болотного цвета. Ну, ладно, я купила на свой страх риск. По цене, между прочим, профессиональная краска вышла мне точно так же, как мне бы вышел Лориаль Преференс, но только разница, конечно, есть огромная, даже в самих цветах. Я пришла домой дрожащими руками, перчаткой одной, нанесла краску на голову, на волосы. Изначально попробовала одну прятку. Прятка окрасилась достаточно прилично, мне понравилась, и я решила всю голову. Когда я смыла, я поняла, что вот, вот, вот то, что сейчас есть на моей голове, это просто, это моя мечта. Моя мечта сбылась вот так легко, моей одной правой рукой, которой я наносила краску на волосы. Я смотрю на себя в зеркало каждый раз и вижу то, что я хотела видеть уже очень давно, не считая длины, конечно. Конечно, конечно, мне хочется длинные волосы, естественно, я буду их отращивать. В общем, это я так вот не совсем вкратце, но рассказала, как было с моими волосами. Почему я не боялась их все время красить? Потому что у меня волосы короткие. А теперь самая соль этого видео, где я вам скажу, что короткие волосы, это просто пипец, как трудно. Просыпаясь утром, у вас никогда не будет красивой волны на голове или какого-то привлекательного объема, который бывает после сна. Или у вас никогда не будет возможности сделать вот так и пойти. Нет, никогда. Потому что у вас будут вот такие вот штуки на голове торчат. У вас будут заломы на волосах какие-то ужасные. Я говорю о девушах, у которых не кучерявые волосы, у которых не там кудряшки, а у которых обычные, ну как обычные, у которых прямые волосы, такие тяжелые, прямые и необъемные, наверное. Когда вы моете голову, вы не можете оставить ее сушиться просто так. Это можно сделать только первые две недели-месяц после того, как вас подстригли в салоне. Почему? Потому что стрижка в салоне, она как бы подразумевает какую-то форму у волос. И они когда, скорее всего, когда они высыхают, они примут эту же форму. Но это зависит от того, насколько быстро у вас растут волосы, насколько у вас тяжелые волосы, прямые, непрямые. А ходить каждые две недели в салон и подстригаться, это не совсем моя история, потому что я-то хочу снова отращивать длинные волосы. То есть как я могу ходить подстригаться и в то же время отращивать длинные волосы? Разве это возможно? Нет. Есть один существенный, существенный плюс. Объем. Объем на волосах есть всегда. Уже сейчас все, уже весь объем упал. Но когда первые дни у меня была моя стрижка, это было очень удобно с тем, что никогда ничего начесывать не надо. Да и в принципе нечего начесывать. Это было очень удобно. Я всегда, у меня был объем. А у меня форма головы такая, что здесь как бы она немножечко не хватает. Объема головы, чтобы волосы были все время на высоте. Так что те, кто думает, что короткие волосы – это удел ленивых, очень занятых, очень практичных женщин, вы не правы. Нет. Единственное, что если вы сделаете себе прям ежик-ежик на голове, тогда да. Тогда, возможно, это будет очень легко. Но вообще-то стрижки короткие – это намного тяжелее, чем длинные волосы, я хочу сказать. Поэтому я все-таки хочу себе снова длинные волосы, чтобы у меня была возможность иногда выглядеть привлекательно без миллиона укладочных средств, фенов, утюжков, расчесок и всего, что я использую на свои волосы каждый день. На самом деле, я это видео снимала уже однажды, три дня назад, перед тем, как покраситься. Это было даже в тот же самый день, когда я красилась. Я снимала его со своим цыплячьим рыжим цветом. Когда я его начала монтировать, я поняла, что ей не нравится, я не могу на себя смотреть этими рыжими волосами. И решила, что вот как раз я после этого покрасилась и решила заново снять это видео. Оно получилось более позитивным, более информативным, потому что теперь у меня уже есть идеальные волосы, идеальный цвет, который я ни за что не променяю. Мне не надо подкрашивать теперь корни постоянно. Мне, возможно, придется еще раз тонироваться, в случае, если краска будет как-то менять свой облик на моих волосах. Но я надеюсь, что это не так будет тяжело, как подкрашивать корни каждый месяц. Раньше я подкрашивала свои светлые корни в черный цвет, теперь я должна была подкрашивать свои темные корни в светлый цвет. А теперь мне не нужно делать ничего. Теперь я прям натуральная какая красавица. А еще сегодня я буду монтировать влог, в котором я покажу, как мы покупали нашу собаку. Лабрадор шоколадный окрас. Я безумно рада, что после такого долгого перерыва сняла это видео. Я надеюсь, что вам было очень интересно и информативно. И пишите, пожалуйста, свои вопросы, комментарии, сообщения, потому что это видео было на тему, которая вторая по популярности после каких-то личностных переживаний, тем психологии, которые обсуждают со мной подписчики, мои друзья и знакомые. Так что все, пока. Увидимся очень скоро.